Что такое 3D-шлем от Sony? Это, блин, прорыв. Нет, серьезно, за всю историю моего общения с компьютерной графикой мне больше всего запомнились три момента. Первый, когда где-то в 95 году я пересел с монохромного ЦГА монитора, отображавшего всего четыре оттенка серого, на полноцветный VGA аж с 256 цветами. До сих пор помню, какая тогда в играх была сочная, по-мультяжному красочная картинка. Второе откровение случилось, когда я где-то в 98 году поставил себе 3DFX. Ну и последний прорыв как раз вот эти вот 3D-очки от Sony. Причем сама идея-то не нова. В 1994 году, как раз когда я мечтал о VGA, в продажу поступил шлем VFX1. Помимо шикарных наушников AKG, внутри у него было два раздельных экранчика, выполненных по передовой тогда TFT-технологии со стандартными для игр того времени разрешением, около 180 тысяч пикселей. Для сравнения, стандартный нынче 720 прогрессив, то есть HD-рэйди, а не Full HD, имеет разрешение 921 тысячу пикселей. Самое интересное, что шлем VFX был гораздо ближе к виртуальной реальности, чем продукт от Sony, по одной простой причине. Он имел встроенный гироскоп, отслеживающий повороты головы, и пусть и с небольшой задержкой, соответствующим образом поворачивая картинку. У Sony гироскопа нет, но поскольку шлем светится, может быть им удастся использовать для отслеживания положения шлема камеру, по аналогии с контроллером Move. Стоит ли говорить, что уже тогда, пару десятков лет назад, даже фантазия овладеть шлемом VFX вызывала бурные ночные полюции у каждого любителя шутеров и симуляторов. Но шлем опередил свое время, и после третьей модели компания свернула производство. В мире IT такое происходит сплошь и рядом. Например, еще в начале 1980-х законодатель тогдашней игровой моды компании Atari представила первый беспроводной джойстик CX42 и с треском провалилась. Как и компания Nintendo, представившая в 1989 году свою знаменитую PowerGlove, или вышедший в том же 1989 году планшет GridPad, с которого фирма Apple, по непонятной причине считающаяся изобретателем планшета, и содрала свой появившийся на 4 года позже Ньютон, и тоже кстати провалившийся. Рынок просто не был готов ко всем этим инновациям. С этой точки зрения фирме Sony повезло куда больше. Сейчас достаточно и 3D контента, и желания потребителей, а вот самих технологий создания 3D изображения почти и нет. Если не считать жалких поток создания 3D экранов, не требующих применения специальных очков, то потребителю по сути доступны лишь две технологии. Первая хорошо работает для проекторов, как домашних, так и в кинотеатре, и требует использования очков со специальным образом поляризованными линзами, отделяющими картинку для левого и правого глаза из общей. Вторая технология применяется в мониторах и телевизорах, и требует использования очков-шторок. Экран телевизора попеременно показывает картинку то для левого, то для правого глаза, а очки закрывают то левый, то правый глаз, чтобы картинку воспринимал тот, которому она в данный момент предназначается. Кстати говоря, технологии этой тоже уже не один десяток лет. Еще в конце 90-х со многими видеокартами Nvidia в комплекте шли аналогичные очки-шторки, и основной проблемой при их использовании было найти монитор, способный выдавать не меньше 120 Гц при достойном разрешении. Дело в том, что каждому глазу от этих 120 Гц доставалось лишь половина, то есть 60, а если меньше, то картинка на LTE-мониторе начинала заметно мерцать, что уже через полчаса игры частенько вызывало кошмарную головную боль. Собственно по той же самой причине головные боли далеко не редкость после просмотра фильма и в современном 3D кинотеатре или на экране топового 3D телевизора. Шлем от Sony же полностью лишен этих проблем. Здесь у каждого глаза есть свой независимый экран, и принцип ничем не отличается от обычных очков с диоптриями, бинокля или помните были в детстве такие очки для просмотра стереопар. Но несмотря на это 3D очки от Sony это все же продукт для энтузиастов. В отличие от кинотеатра, где вы просто напялили очки и наслаждаетесь попкорном, здесь требуется достаточно тонкая настройка, иначе эффект будет не таким ярким. Ничего сложного в ней нет, главное соблюдать простые правила. Задний ремешок должен быть не на макушке, а на затылке, а передняя подушечка должна упираться в лоб. Вообще все очки должны висеть именно на лбу, а не на носу. Это важный момент. С помощью разных потолщения подушечек и их положения подберите оптимальное расстояние между экраном и глазами, а с помощью вот этих ползунков отрегулируйте расстояние между глазами. Готово, можно наслаждаться просмотром. По понятным причинам это будет скорее анонизм, поскольку другие не смогут разделить с вами просмотр. Да и в целом это скорее персональный девайс, так как требует перенастройки под каждого пользователя, что не очень удобно. Что касается неприятных ощущений, то голова не болит, но поначалу немного укачивает, так как вестибулярный аппарат еще не привык. Через пару дней неприятные ощущения пройдут. Так что если вы решили сбрать, остается выбрать модель. Безусловно, кроме Sony есть и другие производители, но их продукты какие-то кривые, сырые, косые и в целом недоработанные. Кроме Sony особо брать нечего. У Sony есть две модели, HMZ-T1 и недавно появившийся HMZ-T2. Какую же выбрать? Ответ тут вовсе не очевиден. Во-первых цена. Она немалая и за первую модель, а у второй она вдвое выше. Что же получит покупатель второй версии, переплатив вдвое? Если верить рекламе на официальном сайте, то 3D изображение в полном разрешении. Для любого нормального человека полное разрешение это Full HD 1080p, то есть 1920 на 1080p. А вот хрен. Реальное разрешение 720p, такое же как и у первой модели, которая, напомню, в два раза дешевле. Дальше в общем-то можно и не сравнивать, но все же закончим. Основное отличие второй модели от первой, сниженный на 20% вес. За счет чего же он снижен? Как несложно догадаться, за счет наушников. Если у первой модели весьма неплохие открытые наушники, то у второй вкладыши. Помимо очевидной проблемы гигиены, если очками пользуются сразу несколько членов семьи, то и звук будет далеко не таким убедительным. Если первая модель выдает до 1000 мВт мощности, то вторая дает в 10 раз меньше, всего 100 мВт. Прощайте убедительные взрывы и выстрелы. Так что за куда большую сумму вы получаете по сути тот же продукт, но с урезанным функционалом.